95% людей живут и умирают, так и не поняв, в чём заключается их уникальная гениальность. Люди не знают, что делать, потому что мы не позаботились о самом главном. Вы просто должны повысить свою компетентность. Где бы вы ни находились, вы будете знать, как действовать. Вы будете действовать на пике своего интеллекта и возможностей. Пару недель назад мы встречались с деканом Гарвардской школы бизнеса. Мы говорили о лидерстве, и он, как декан крупной бизнес-школы, поделился своей философией лидерства. Он сказал, «Для меня лидерство — это знание, действие и просто существование. Это наличие реальных знаний и опыта для лидерства и принятие мер в соответствии с ними. Необходимо каждый день жить таким образом». И одна из вещей, которая, на мой взгляд, была самой удивительной в истории садгуру, — это действия, которые он предпринял. Сейчас на видео мы видели некоторые программы, но, может быть, вы расскажете о том, что вы осуществляете в мире. Потому что смысл не только в том, чтобы приехать, выступить, встретиться и пофилософствовать. На самом деле речь о конкретных действиях. Может быть, вы расскажете нам о некоторых программах, которые вы проводите по всему миру, и как вы обеспечиваете их ресурсами. Когда мы говорим «существование», мы имеем в виду фундаментальную природу нашего существования. «Качество нашего существования» будет определять качество нашего восприятия. А качество нашего восприятия будет определять качество того, что мы знаем и чего мы не знаем. Действие является следствием этого. Если все поставить с ног на голову, это все равно, что сказать «плод, дерево, корень, почва». Так это не работает. Почва, корень, дерево, а потом плод. Если вы поставите все с ног на голову, вы сможете чего-то достичь с усилием, но ущерб будет нанесен. Сегодня я работаю со многими бизнес-лидерами в мире, как в Индии, так и за ее пределами. Я бы не хотел обобщать, но я бы сказал, что по крайней мере 60-70% из них к 45 годам серьезно искалечены во многих отношениях. Либо они стали эмоционально сдавленными из-за определенного вида деятельности, либо многие из них страдают от различных физических недугов, что по сути является, как они считают, естественным следствием той работы, которую они выполняют. «Потому что вы все делаете через силу». Если вы не понимаете естественного порядка вещей в том, как расцветает жизнь, если вы хотите получить плод раньше, чем дерево, очевидно, что это предполагает насильственные способы действий. Когда вы применяете силовые методы, одно может быть достигнуто, но все остальное будет повреждено. Через это проходит большинство благополучных стран мира, везде, не только здесь. Они пришли к финансовому благополучию, но идея, основная идея стремления к достатку, будь то в индивидуальной жизни, или в обществе, или в нации, заключается в том, что это дает вам выбор в питании и образе жизни. Именно поэтому люди стремятся к финансовому благополучию, чтобы оно дало возможность выбора питания и образа жизни. Если вы посмотрите на жизни людей, этот выбор не доставляет им удовольствия, этот выбор просто сводит их с ума. Люди не знают, что есть, люди не знают, что делать, потому что мы не позаботились о самом главном. Мы хотим быть на гоночной трассе, но не хотим строить машину для этого, мы просто хотим побеждать. Никто не выигрывает гонку только потому, что желает этого. Кто не желает победы? Все желают. Но в конечном итоге побеждает только компетентность. Поэтому, будь то в школе, колледже или в профессиональной среде, вместо того, чтобы увеличивать свою компетентность, мы усиливаем свое желание, которое мы называем амбициозностью, целеустремленностью или чем-то еще. Вы усиливаете свое желание, не увеличивая свою компетентность. Или вы увеличиваете свою компетентность, но она следует за желанием. Нет. Вы должны просто настроить свою компетентность. То, что вы можете сделать, может быть за пределами ваших желаний. Или это может быть немного меньше. Мы не знаем. Но вы пытаетесь усилить свое желание без увеличения своей компетентности, что вызывает ненужное чувство стресса, когда вы добиваетесь успеха. Просто посмотрите на связанную с этим боль. Вы страдаете от своего благополучия. Этому нет оправдания. Потому что наше благополучие достигается ценой больших потерь и боли для всех остальных существ на планете. И мы страдаем от этого просто потому, что ставим телегу в передел лошади. Поэтому вы не можете действовать, поставив существование на последнее место. Делать, знать, существовать. Сначала существование. Как быть, если вы не знаете, как быть? Куда бы мы вас не поместили, вы будете страдать. Будете ли вы работать здесь, в Сан-Франциско, или вам придется работать на Марсе, это не важно. Где бы вы ни находились, вы будете знать, как действовать. Что вы будете делать? Вы будете действовать на пике своего интеллекта и возможностей. Это все, что вы можете сделать в нашей жизни. Если мы не делаем того, что не можем сделать, это не проблема. Но если мы не делаем того, что сделать можем, то наша жизнь — катастрофа. Вот и все, чего мы пытаемся избежать, чтобы в итоге не оказаться неспособными делать то, что мы можем делать. Но как только вы создаете этот ненужный стресс, которого можно было избежать, что ваше желание оказывается больше, чем ваша компетентность, не повышая компетентность, вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на усилении компетентности, мы усиливаем желание. Так вы создаете ситуацию, в которой присутствует стресс. Стресс означает, что вместо компетентности вы движетесь к некомпетентности. Любая машина на планете будет работать наилучшим образом только когда нет сопротивления. Наименьшее сопротивление означает, что машина является наиболее эффективной. Разве это несправедливо и для человеческого механизма? Если это работает с наименьшим сопротивлением, это будет работать наилучшим образом. Буду ли я так же хорош, как вы? Возможно, нет. Но я буду на пике моих возможностей, и это главное. В каждом человеке заложена определенная гениальность. Но из-за того типа обучения, которое мы создали во всем мире, и того, как мы подходим к жизни, я бы сказал, что 95% людей живут и умирают, так и не осознав, в чем заключается их уникальная гениальность. Только от 2 до 5% людей осознают всю гениальность того, на что они способны. Все остальные будут делать то, что делает кто-то другой. Они хотят делать это лучше других. Таково их представление о благополучии. Из-за этого огромное количество человеческой гениальности просто теряется. Самое большое преступление на планете в том, что человеческая гениальность оказывается подавлена, потому что все пытаются быть в одной корзине и быть на голову выше всех остальных. Это очень примитивный способ существования в мире. К сожалению, такое присутствует повсеместно. Мы пытаемся что-то сделать, но масштабы небольшие. Школьное образование, воспитание и профессиональные поиски — все построено именно таким образом. Все хотят попасть в одну корзину и оказаться на вершине этой кучи. Это жестокий способ жить. Если вы попадете туда, вы будете страдать. Если вы не попадете туда, то тоже будете страдать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok